Всем добрый день! Меня зовут Марина. Сегодня видео номер два. Мы сегодня второй день тестируем ароматы вот с такого аромабокса, который мне пришел из сайта Рандеву. На сайте Рандеву сейчас проходит до конца этого месяца большая осенняя распродажа. И плюс к тому я вам оставлю ссылочку на промокод. Внизу я все пропишу на 10% скидки. Этот промокод суммируется со всеми скидками на сайте. Действует от покупки на 2500 и выше. Сам промокод действует до 30 ноября. В общем, проходите, смотрите. Я оставлю ссылку именно на мой аромабокс под номером 1. Вообще на все аромабоксы на сайт Рандеву. В прошлом видео, кто не смотрел, я ссылочку также оставлю внизу. Проходите, смотрите. Мы с вами обсудили. Амуаж Онар. Мы обсудили, как вкусно пахнет. Байреда Балдафрик. Экс Нила Флёр Наркотик. Тициана Терензи. Кирки. Кстати, мне писали в комментариях, что кирки может раскрыться как-то душно. На мне красиво раскрылся. Даже полупрозрачно, я вам скажу. Хотя мне тоже писали в комментариях, что бывает такое, что носитель этого аромата чувствует аромат как довольно-таки чуть ли не свеженький. А люди, в общем, рядом задыхаются. Не знаю, и так я еще его не тестировала. В люди не носила. Но мне, конечно, очень интересно. Давайте сегодня начнем с для меня очень интересного парфюма. Потому что я его не знаю. Но я, знаете, так немножечко его уже протестировала. Это такая какая-то прям вкусняшечка. Аромат называется Вертус Наркосис. Правильно я сказала? Ну, в общем, я оставлю, как всегда, где-нибудь картинку. Вертус Наркосис. Я немножечко его, знаете, так с распылителя вдыхала. Это даже нечто конфетное, сладкое, гурманское, яркое, шлейфовое. В общем-то, мне очень понравился этот аромат. Это, знаете, такая вкуснятинка на осень. Раскрытие необычное. Вот эта вся сладость. Она вроде бы и есть. Она присутствует. Но появляется зелень, свежесть. Знаете, есть не то чтобы пудровые нотки, но когда какао, да, вот то, что связано где-то, например, с шоколадом, но такое, в пудровом варианте шоколад, да, какао, возможно. В общем, он такой сладкий, приятный, гурманский, но какая-то нотка свежинки есть. Это довольно-таки необычное, необычайное сочетание. Раньше подобного, честно говоря, я не ощущала. Но это прям гурманика. Все-таки это прям сладко, это вкусно. Что заявлено? Значит, верхние нотки ревень и кофе. Посмотрите, как интересно, кардамон и мандарин, ревень и кофе. Такого сочетания, правда, я не слышала. Очень интересно. Имбирь есть, да, 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 да. Средние ноты манго, имбирь и амбра. И завершает ветивер, серая амбра и персик. Я вот точно не знаю, сколько стоит этот аромат, но он очень даже неплох, я вам скажу. Ну, указано, конечно, что цена завышена. На фрагрантике пишут, но, честно говоря, я не знаю, сколько он стоит. Кто-то пишет, первые 15 минут после нанесения я стараюсь его не нюхать. Весьма отталкивающий запах. Но зато после какой он становится сочный, притягательный. Я не знаю, он для меня сразу вкусный. Вкусный, но есть зеленая сочная нота. Я согласна с этим. Есть и мандарин, ревень мандарин. Довольно-таки приятная, действительно, такая какая-то композиция. Сладенькая, но необычная, да. Имбирь все-таки, мне кажется, дает и пряности немного, и носик вам пощекочет, и свежести при этом добавит. Ревень изначально сразу, да. Кофе. Ну, прям класс, класс. Мне довольно-таки прям понравился этот аромат. Очень интересно его выглять в люди и поспрашивать, что думают. Хотя, честно говоря, прям интересно узнать ценник. Так, ну смотрите, на самом сайте Рандеву этот аромат стоит за 100 миллилитров 9800. Ну, пишут на сайте Фрагрантика, что, ну, для многих цена завышена. 200 миллилитров 28 тысяч. Ну, так себе, да, цена? Ну, аромат, правда, классный. Он и сладкий, и гурманика, и он не даст вам прям пересытиться сладостью, потому что ревень, да, имбирь, в общем-то, разбавляет. Есть там действительно какая-то такая мандарин, сочная такая свежая нота. Очень-очень интересный аромат. Никогда раньше даже не слышала о его существовании, но вот теперь познакомилась классный. Так, следующий аромат – это Фрэнк Букле Кокаин. Итак, следующий аромат – это Фрэнк Букле Кокаин. Тоже довольно-таки известный аромат с очень интересным названием. Что-то должно быть наркотическое, правда же? Ну, в общем, давайте тестировать. Интересно, это будет сладко или нет. Я как бы знаю, что этот аромат существует. Я знаю, что он не бюджетен далеко. Но, честно говоря, даже как-то и обзоры про него не смотрела. Ну, в общем, сильно не интересовалась. Ой, не-не-не-не-не-не, это что-то пудровое. Такая тошнотворная побелка. Я не могу. Сейчас, подождите, мне надо сконцентрироваться. Просто надо это понюхать. Что-то мнюхать сюда воняет. Простите, кто любит этот парфюм, но... А, фу, фу! Побелка с чем-то тошнотворным. С таким, знаете, прям... Ох! Давайте я просто прочитаю нотки. Посижу пять минут. Может, там что-то, знаете, подугомонится, утихомирится аромат. Ой, белоцветочный, тубероза, сладкий карамельный, тропический, животный. Да, табачный, животный. Вот он прям... Ой, простите. Все, я не буду его больше нюхать. Мне кажется, надо прервать видео для отмывки руки просто. Боже, серьезно этим пользуются. Еркин кот. Меня аж перекрутило. Вот это да! Нет, слушайте, я все слышала. Ну, не все. Ага, не все. Далеко не все. Я представляю, чего я не слышала. Но пока что это бьет все рекорды по противности. Значит, аромат для мужчин и женщин. Принадлежит группе фужерные. Меня прям корежит. Я чувствую немножечко шлейф. До меня доходит. Верхние ноты. Карамель, табак, красные ягоды и горький апельсин. Где это все? Значит, сердце, тубероза, лилия и орхидея. Казалось бы. База масломаной, ванили, пачули. По всей видимости, масломаной. Я только слышу что-то очень-очень жутко пахнущее. А давайте прям прочитаем отзывы. Мне прям очень интересно. Очень необычный аромат. Да ладно! При нанесении первой ассоциации, это железная дорога, точнее шпалы. У меня побелка была, да? Это меня не отталкивает. Потом уже появляется сладость карамели. Откуда-то была карамельность с аромабокса вот с этой стороны. Фу, зачем я рукой махнула? Но это, может быть, правда, как-то классно откроется. Но вот это как пережить? Так, дальше. Первые полчаса их флакона пахнет отталкивающе. Гнили и нафталин забрызгали тяжелым цветочным чем-то. Прям это... От этого прям тошнило. Меня тоже затошнило. Вот прям ужасный. Не советую брать без затеста. Очень-очень спорный аромат. Я, честно, слышу прям запах гнилых зубов. Фу. Ай, кошмар. Так люди прям кайфуют от этого аромата. Бог ты мой. Ну, не знаю даже, смывать или не смывать, или походить полчаса. Мне же прям теперь интересно прочувствовать, что будет дальше. Вы понимаете? Давайте еще разок и перейдем к другому аромату. Потом, если что, вернемся. Так. Надо набрать в легкие, значит. Там побольше кислорода. Я не могу. Фу. Значит, я решила не смывать кокаин. Что там кокаинового? Я вообще не понимаю. В общем, решила не смывать кокаин. Пускай у меня побудет здесь на руке. Давайте пока мы протестируем бакара руш. Лишь бы не сюда, знаете, как бы не доходил этот аромат и не испортил все просто впечатление о бакаре. Я прям брызнула хорошо, видите? Мне как-то, знаете, надо прям руку отставить вообще. Значит, что мы ощущаем про бакару? Бакара, кстати, тоже интересно у нее секс заявлено или нет? Это тоже для мужчин и женщин. Ну, кстати, только женщины, мне кажется, его носят. Я не встречала никого, кто бы мужчина его носил, во-первых. Либо какая-то женщина, девушка рассказывала, что, допустим, она, ну, как бы в паре с супругом, да, например, или с молодым человеком носит. Не слышала такого. Вот он, вкусняшка, знаете, такая конфетка. Вот если сахар растапливать, да, вот есть такое понятие топленый сахар. Но только топленый сахар, он так немного горчит, он более приторный, более яркий аромат. Это для меня такой приглушенный. Я не знаю, откуда прям вот такая дикая стойкость у кого. Ну, вот как-то я не ощущаю прям его сильно громко. Я не чувствую бинты, слава богу. Я чувствую конфетность, карамельность, опять же, вот эта леденцовость. Отголоском я, да, ощущаю, что это клубничное. Это очень вкусно, это очень мило, это позитивно. Я бы хотела осень и зиму пахнуть вот такой вот вкусной, милой клубничкой. По поводу свежих нот а-ля медицинские бинты. В какой-то момент при старте я, нет-нет, ощущаю какую-то такую свежинку. Но она такая тонкая и, ну, тихая, можно сказать. Что я понимаю, что вот эту ноту люди считывают как аромат чистоты. Может быть, даже стерильности. И поэтому кому-то он пахнет именно бинтами. Мне, слава богу, нет. То есть я как бы начинаю искать эти бинты, потому что знаю, что людям так пахнет. Но для меня это вкуснейший, округлый, мягкий, классный аромат конфетки. Всё. Суперский. Просто суперский. Я бы даже хотела ярче, слаще. Аж слюнки. И более клубнично даже так. Конечно же, слушайте, он выпущен в 2015 году, давненько. Верхние ноты шафран и жасмин. Между прочим, я не слышу шафран. Средние ноты амбр-вуд и серая амбра. Амбр-вуд. Но это тоже древесно-амбровые что? Молекула, да? База. Юловая смола и кедр. И я не чувствую здесь ни ёлок, ни палок. Ну, может быть, да, что-то древесное есть. Но вот именно, знаете, наверное, амбр-вуд. То есть такое молекулярное, красивое. Я не понимаю, откуда здесь, конечно же, берётся та самая клубника, про которую все говорят, о которой все ощущают. Вот эта сладость. Очень приятный аромат. Честно говоря, даже жасмин не понимаю, где. Это просто конфетка. Мягкая, уютная конфетка. Не то, чтобы она припудренная, но вот она такая вот смягчённая. Я бы хотела даже немножечко погромче. Давайте вернёмся к кокаину. Нет. В шлейфе перестала мне слышаться вот эта вот тошнотворная, прям реально тошнотворная нота. Но вот это что-то, нечто побелка, она осталась. Ну, знаете, побелка лучше, чем вот что-то, от чего вас реально тошнит. Но с руки, да, как бы, если нюхать, то вот это вот ещё тошнотик этот, он ещё на руке. То есть, всё-таки, наверное, мало времени прошло, чтобы этот аромат развеялся или раскрылся, да, на мне. Но даже если просто останется побелка для меня, ну, ничего абсолютно интересного. И, опять же, открытие для меня, где бинты, где нет бинтов. Прекрасный, нежный, вкусный, девичий аромат Бакара Руш. Знаете, я довольна, что вот эти все попсовые ароматы я воспринимаю довольно-таки, ну, на позитивные нотки. И мне это всё нравится. Потому что, ну, вот смотрите, кому-то, например, я уверена, кокаин заходит. И кому-то он очень сильно нравится. А для меня это, правда, нечто ужасное, да. Также, наверное, и здесь кто-то слышит жуткие медицинские бинты. И это, конечно, тоже не очень приятно, правда. А я слышу клубничку. Ну, вопрос о том, как люди потом от нас будут воспринимать. Ну, я бы с удовольствием носила Бакара. Прям прелесть, прелесть. Итак, последний, четвёртый аромат. Это манталь, розы смазка, розы смуск. Как только они называют. Довольно популярный аромат. Наверное, один из самых популярных у манталь. У меня, кстати, вот я здесь, знаете, что нашла? Манталь интенс кафе. В прошлый раз я брала. И очень-очень он такой жирненький, очень маслянистый. Я его взяла в руки и вчера думаю, зачем ты это сделала? Потому что шлейф просто стойкость убийственная. Ну, давайте посмотрим, как этот аромат будет звучать. Мне кажется, он будет более свеженький, хотя и мускусный. Поэтому он стал любимчиком у многих. Да, он, мне кажется, он вообще, ну, побил вообще все рекорды. Ну, роза. Роза. Есть... Я не знаю, почему побил рекорды. Есть более красивые розы. Маслянисто, розовая роза. Вот масло розы. Какая-то кислинка даже была. И мускус манталь. В принципе, знаете, я не знаю, откуда вообще такие восторги. Но опять же, пускай аромат на мне раскроется. Конечно, манталь хорош с той костюм. Тут действительно очень-очень крутая фирма. Ну, многие считают довольно-таки попсовой, да. То есть, это как бы уже даже и не ниша. Хотя, я так понимаю, здесь ее причислили к нише, потому что в нишевой подборке этот аромат. Розовый, мускусный, пудровый, цветочный. Действительно. Значит, выпущен в АЖ 2009 году. И представьте, до сих пор аромат довольно-таки популярен. Роза, мускус и жасмин заявлены. Роза. Роза, 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 роза. Сейчас она немного нежнее стала. Но опять, это для меня розовая роза. Это не красная роза. Это не белая, не прохладная. Хотя, это, ну, не сладкий аромат, да. Можно ли его отнести к свежачкам? Да, наверное, даже можно отнести к более свежим таким парфюмчикам. Знаете, есть аромат у меня, снятый от компании Фиберлик. Сейчас я вам покажу. Вот, вот этот аромат. Он снятый. Это аромат Фиберлик Кокет. Это про красную розу. Хотя, я воспринимаю как светлая, свежая, звонкая роза. Здесь есть, по-моему, ревень. Ну, или что-то такое, знаете, зелень, да, свежесть то, что дает. Вот этот аромат, когда он на мне. Не один раз у меня спрашивали, что за парфюм. Просто, да, спрашивали, что за парфюм. И, ну, то есть, он очень такой обращающий на себя внимание, очень комплиментарен. И несколько девушек его как-то на мне заметили и спросили на вас Монталь Розы Смаск. Я была тогда удивлена. Я понимала, что это свежая роза. Значит, Монталь Розы Смаск свежая роза. В принципе, знаете, они реально похожи. Вот сейчас он прям раскрывается. Видимо, этот Жасмин, знаете, дает свое вот этот белоцветочный аккорд. Такой интересный. Вроде бы и мягкий, не то чтобы кремовый, но такой объемный. Но все равно есть такая некая зелень. Потому что Жасмин иногда, ну, он же разный, да, Жасмин бывает. У меня даже в коллекции есть несколько флаконов, когда Жасмин, он такой медовый, заслащенный. Жасмин, ну, просто белоцветочный какой-то. А есть в зелень уходящий, в такую кремовую, кремово-зеленую терпкость, что ли. Вот такой вот он интересный. Вот здесь вот этот самый вариант, что я здесь говорю, как будто бы ревень есть, да. Вот эта общая нотка, она присутствует. Они не один в один похожи, но направление действительно похоже. Да, хорошая роза, на самом деле. Изначально, когда я нанесла, это было очень прям такая, знаете, розовое масло. Вот такое масло, слишком приторное. Я не очень люблю. Но когда розочка свежая, вот такая, то мне это очень даже нравится. Пудровый, да, пишут, по-моему, пудровый. Начинает немножечко запудриваться. Но, знаете, он такая древесная пудра. Вот так я бы назвала. Розовый, мускусный, пудровый, цветочный, бело-цветочный. Да, да. Ну, в общем, из сегодняшних ароматов Мне очень понравился первый, который я не знала. Вертус Наркосис. Очень понравился. Сладость здесь ушла, но она все-таки есть. То есть он не приторно-сладкий. И вот здесь как раз-таки зелень, фруктики. Очень интересный, вкусный. Он сладкий. Он аромат, знаете, сладкий, но не переслащенный. Прям интересный, очень даже интересный аромат. Следующий. Ну, давайте снова к кокаину вернемся. Слушайте, ну, дела лучше обстоят. Даже разговаривать не было. Дела обстоят лучше, чем при нанесении, но это жуть-жуткое. Дальше. Так, это у нас монталь. И вот здесь полуфоном каким-то такая вот вкусная конфетка Бакараруш. Из сегодняшних, из четырех, самый интересный для меня это Вертус Наркосис первый и Бакараруш. Это то, что я бы хотела купить. Ну и, знаете, вот монталь розы смазг можно купить, можно не купить. Как бы, знаете, таких свежая роза. В принципе, мне кажется, в любом сегменте, и в дешевом, и в дорогом можно найти. Ничего особенного. Вот прям попса-попса. Действительно попсовый аромат. Мне кажется, его покупали все и покупают, продолжают, как самый популярный аромат, так как он самый безопасный, свежая розочка. Да? Ну, то есть, что там такого особенного? Вроде бы ничего. Просто была какая-то мода в свое время, какое-то веяние. Все покупали этот монталь. И самый безопасный из монтали, да? Все просто выбирали вот действительно розовую розочку. Вот и все. Поэтому, наверное, такие бешеные продажи. Потому что в основном все-таки люди покупают, ну, такое попсовое, да? Вот весь люкс, он очень хорошо продается. Потому что мягенько, сладенько, вкусненько, понятненько. Вот поэтому такие большие продажи. Все-таки нишу покупают меньше. Во-первых, она дороже стоит. Ну и, в общем-то, звучание. Вот кокаин купите. Боже мой, ну это же вообще прям... Вот я сижу, ручками машу, а чего вообще делать нельзя категорически. Надо идти все это дело быстренько с себя смывать. В общем, мы посмотрели на все восемь ароматов с этой подборочки. Значит, что мне понравилось? Мне понравился Балдафрик очень-очень, да? Из первого видео Байреда Балдафрик, что бы я купила. Кирки Тициана Терензи я бы купила. Вертус Наркосис купила бы. И Франсис Куркджан Бакара Руж 540. Вот. В принципе, из восьми ароматов четыре я бы себе взяла в использование. Но не возьму. Ценники у них, знаете, ого-го себе. Но очень интересно было познакомиться. Очень классные наборчики. Сейчас я покажу. Вот это первый набор под номером 37, который мне приходил до этого. Здесь все свежие ароматы. Здесь у меня опять был Байреда Ноджипси Уоттер, Крит, Мюглер Ауров, Туалетки, да? Том Форт Нероль Портофина, Франсис Куркджан Аква Селестия была, Фредерик Маль был, за Дик Вольтер почему-то здесь каким-то боком затесался. Ну, наверное, потому что Мюглер тоже, в общем-то, не ниша, а люкс. Ну, в общем, знаете, классные ароматы на лето. Очень хорошо так их когда-то под настроение. На очень какую-то важную поездку я наносила Франсис Куркджан Аква Селестия. Я была в восторге, красивейший, тончайший. И вот эти ароматики я тоже, конечно же, вот, которые, да, мы вчера и сегодня с вами тестировали под номером один. Это уже такое все послаще, поинтереснее. Хотя, ну, вот эта половинка первая, да, которую мы тестировали, ну, вроде как свеженькие такие ароматики. Более свежие, чем вторая часть. Так что тоже буду пользоваться с большим удовольствием куда-то на Новый год, на какой-то выход, на какой-то день рождения. Стойкость бешеная. Мне кажется, вот этих вот маляпусечек мне очень-очень надолго хватит. Все, огромное всем спасибо за просмотр видео. Пишите обязательно комментарий. Все я оставлю внизу под видео в описании. Все ссылочки на аромабоксы, на сайт. Скидка 10%. Все пропишу, все суммируется со всеми скидками на сайте. Скидка 10% до 30 ноября. Ну, а большая осенняя распродажа до конца месяца. Надо успеть. Все, пока-пока.